Всем ни бага ни лага зрители и подписчики канала Дрожа. С вами Жека и этот видеоролик это что-то вроде бы подкаста а-ля подведения итогов целого года уходящего 2017 года петуха. Этот год для себя я могу охарактеризовать наверное как тяжелый год для канала и интересный вообще. Много чего произошло в этом году, много чего поменялось, что-то к лучшему, что-то к худшему, но наверное больше к лучшему, потому что все что не делается к лучшему. Сейчас мы пробежимся, для тех кто не в курсе, для тех кому будет интересно, по всем 12 месяцам и что было на канале за это время. Как вам наверняка известно, весь мой канал посвящен игровой индустрии и в уходящем году я естественно снимал игры. В декабре мы заканчивали еще с 2016 года прохождение Дон Старва, а если быть точнее модификации Драгон Найт. Вообще модификация на самом деле хорошая и качественная и там были интересные мобы, боссы и фишки. Но я так ее для себя и не прошел, умер помнится от жары играя за Викфрид. В этот момент, кстати, в этой модификации я для себя открыл Викфрид с новой стороны. Никогда особо не играл за нее, я не представлял, как за нее вообще можно играть, но именно в этой модификации она мне понравилась. Также с прошлого года переносили прохождение игрушки Астронир. Проходил я ее не один, вместе с Нанагачи. Игрушка на самом деле хорошая, но по какой-то причине моей аудитории не особо заехала. Возможно, потому что она немножко была сыра. В любом случае, Айдимба, я помню, спасибо тебе за такой подгон. Игрушка на самом деле действительно хорошая. Также в декабре мы еще начинали два разных прохождения. Это так как был немножко закончен Драгон Найт, было мною начато и немножко похерена идея игры за мобов. Это мы начинали прохождение за рыболюдей. Если вы помните, с Миссис Дежавю где-то в конце декабря мы начали и сняли около трех серий, играя за мэрмов. Также еще было начато прохождение Кинг Квест. Вообще, квесты я люблю и очень тепло отношусь на своем канале к ним. Но так уж сложилось, что очень мало любителей квеста на моем канале все равно, как бы ни крути. Кинг Квест я то ли затупил, то ли разочаровался в том, что его мало кто смотрит и в общей сложности забросил. Хотя очень на самом деле жаль. Ой, оговорился, не в декабре, в январе. В начале февраля мною было впервые начато первое, наверное, соло прохождение Тугезера. Потому что в себе я немножко усомнился, мне показалось, что я немножко разучился играть в Дунстарф. Но из-за того, что Тугезер все-таки облегчает, потому что ты занимаешься одной определенной вещью в компании игроков и не занимаешься чем-то другим. И для себя я сделал пару стримов соло, стримов Тугезера. Потом пару серий мы сняли святой картошечки. Если помните, такая игрушка Holy Potato We Are In Space, кажется так. Типа святая картошечка, мы в космосе. Тоже немного серий это все заняло, кстати, игру мне предоставили сами разработчики. И в очередной раз моим зрителям особо не заехало. Не сказать, что я в 100% ориентируюсь на зрителей, мне еще важно, насколько мне нравится игра. Но тем не менее, фактор того, что это не привлекает интереса зрителей, меня дико огорчал. В конце февраля мы также попробовали впервые для себя две новых игрушки. Это дикая восьмерка от русских разработчиков. На тот момент немножко еще сыроватая и без кооператива. На самом деле хорошая игра и на данный момент в ней уже есть кооператив. И она очень часто обновляется. А также еще в конце февраля мы попробовали для себя впервые незадыхайку. Хорошие были времена, когда она только-только выходила. Это сейчас она уже так замудрена до невозможности. И там очень много всякой интересной дичи. Но тогда, в феврале, это было впервые. Март очень сильно можно назвать месяцем головоломок. Потому что в тот момент мы проходили аж две головоломки. Но до них мы сейчас дойдем. Сначала, конечно же, было продолжение незадыхайки. Как я мог отвязаться от этой игры, когда она вышла в конце февраля. Потом у нас была, если я не ошибаюсь, игрушка под названием Кэндл. Про маленькую свечечку, где ты немножко бегал и защищал свой народ, свою деревню, кажется, от злых духов каких-то. Ну, точно не помню. Ее я так и не допрошел, соответственно, из-за малого отклика от зрителей. Это меня немножко дезморализирует. Деморализирует. И огорчает. Потом была Bad Dream Coma. Немножко сумасшедшая игрушка. Реально психодел. И напоминающая Растилайку. Ну, если кто-то не помнит. Растилайк. Это как бы, да, отдельные два-три слова. Но я сделал в одно, чтобы смешнее было. Растилайк. Ну, еще тогда мы в очередной раз начали снимать немножко Слайм Рейнджер. Че, игрушка прикольная, забавная и всегда меня радовала ее яркость. И продлились Слайм Рейнджер приблизительно до середины апреля. Но целиком в апреле я посвящал свой канал каким-то, наверное, мелким играм. Типа Тролл Фейс, Снейк Пасс или Бомж Хобо. Это были сложные времена и я уделял очень много времени флеш-играм. И, кстати, в апреле, если я не ошибаюсь, исполнился год Тукезеру. Также в конце апреля мы делали два стрима по Аутласту. И удачно его прошли. Аутласт хороший хоррор и, можно даже сказать, местами показательный. Как нужно делать хорроры без скримеров? Хотя там они тоже присутствуют. В мае в очередной раз я пытался увести свой канал немножко в другую степь. Потому что меня огорчало то, что происходило с ним. Канал немножечко начал падать в развитии. В мае я делал очень множество попыток к различным прохождениям. Это было очень большое количество различных игр. Dead Cells, Fallout Shelter, Little Nightmares, Стражи Галактики и многое-многое другое. Некоторые я делал прохождения, а другие я пытался стримить и показывать игры. И интересно было, как зайдет народу. Но ничего не заходило. И к середине мая я попросту перешел полностью на Don't Starve. За редким случаем снимаю что-то другое. Тогда у нас вплотную пошли гайды, топы и песенка «Теневой союз». В июне я все еще плотно сидел на Don't Starve, выпуская множество гайдов. Да и в июле то же самое. Но в июле еще для меня случилось кое-что интересное. Я переехал в Питер. Ну, если кто-то не знал, я как бы жил в Крыму. И сейчас я живу в Питере. С июля месяца. Тогда у нас появилась песенка «Письмо Максвала к Чарли». Я делал попытку прохождения игры Йондер. И в конце июля нашел для себя очень интересную модификацию на обычный Don't Starve. Это «Crips in the Dips», которую потом начали повсеместно снимать каждый. И в конце июля, кстати, Машка начала стримить на моем канале под ником Марфа. Но это если кто не знал. Иногда ее стримы у нас выходят на канале. «Август» у нас начался с хорошей игрушки, но недооцененной, как мне кажется. Это «Hellblade Senua Sacrifice». Хорошая игра. Я ее снял всего один раз. Показал, так сказать, зрителям. Но она абсолютно не зашла. Хотя я бы ее, наверное, с удовольствием прошел бы. Но из-за нехватки времени, потому что реально очень много времени уделяется просто-напросто роликам на Ютубе, я не могу себе это позволить. Также продолжали мы «Оксиджен». Делали, кстати, один стрим по прикольненькой игрушке под названием «Редимер». Ну, может, помните про такого деда. Я еще делал аналогию с ВДВшником. Ну, вряд ли вы, конечно, вспомните. Наверное. И, кстати, в августе мы тоже были немножко первооткрывателями в модификации для Дон Старва «Мега Рандом». И я не говорю, что я ее первый начал снимать, потому что, на самом деле, «Мега Рандом» зачатки этой модификации были, наверное, больше года назад. Но тогда она была немножко сырая. И после того, как я в августе начал снимать «Мега Рандом», очень много появилось похожих летсплеев. Хм. Тогда же, в августе, мы начали очередной квест, но который я уже точно закончил. И могу чистосердечно признать. Хороший квест назывался «Кен Фоллит. Столпы Земли» или «Pillars of the Earth». На самом деле, квест хороший, сделан по книге. И даже был целый сериальчик. Я его посмотрел с удовольствием. Всем очень советую. Кто любит, такой, знаете, а-ля «Игропрестоловский» стиль. Хотя там нет практически магии. Че я шуру, там вообще нет магии. А еще мы начали играть в «The Trail Frontier Challenge», который долго тоже не продержался. И там ничего особенного. Просто парень бегал, собирал ресурсы. И дрожь-бомж мы его назвали. Прикольный был момент, наверное. Пока он не обрел дом. Дрожь-бомж. Бомж, у которого есть дом. Че-то не вяжется. Сентябрь! Night in the Wood! Тот, который удачно похерил мне прохождение ужасным русификатором с этими ужасными иероглифами. Игрушка на самом деле прикольная. Про котенка со своей историей. Немножко хипстерская игра. И я бы с удовольствием ее допрошел бы, если бы не очень большое разочарование с плохим русификатором. И еще в сентябре мы закончили мега-рандом. Почему? Да просто там перестало быть интересно. Я исследовал весь мир и в нем не было некоторых аспектов. А пересоздавать и писать очередной летсплей, ничем не отличающийся от других, ну мне не хотелось. Мне хочется всегда что-нибудь быть местами оригинальным что ли. Еще в сентябре мы полностью прошли Райм. Очень интересная визуальная игра с красивой графикой и хоть банальным сюжетом, но вы знаете, все равно цепляющим. После Кенофолета мы в сентябре проходили игрушку под названием Бертран Фиддл. Это был второй эпизод и вышла она практически через два года что ли спустя. Честно сказать, с трудом прошел. Почему? Потому что опять был очень слабый отклик от аудитории. И меня это огорчало. Но прошел до конца. Потому что была интересная история. That's better. Кстати, делали еще один стримчик Life is Strange, который первой части я проходил. А вот вторая вообще не зашла и мне еще авторских прав понакидали на нее. В общем, веселая история с Life is Strange у меня. Сентябрь вообще такой насыщенный на события. В Дон Старве нам анонсировали DLC Hamlet, который мы все очень сильно ждем весной. А еще была введена война на в Тугезер. Интересный персонаж и сестра Чарли, если кто вдруг не знал. Еще мы начали прохождение Steam World Dig. Хорошая игрушка. Это второй Steam World Dig был. Он вот хорошо зашел. Не знаю, чем связаны на самом деле некоторые игры, которые заходят, некоторые нет. Но я первую часть проходил. Может как-то это связано, что аудитория осталась та же. Может быть нет. Я не знаю. А октябрь был не такой веселый, как мы сейчас. В октябре я отписался от своей партнерки, на которой сидел пять лет. Потому что посчитал, что что-то тут не так. Подумал, что будет мне без партнерки проще. Оказалось, нифига подобного. И сел не на бутылку. На ту же партнерку, где и был. Вы знаете, местами это даже помогло. Мне приставили менеджера личного, который мне дал очень много полезных советов. Действительно, огромное спасибо ему. Если бы не он, то можно было бы считать октябрем, ну, моментом отсчета, когда канал будет падать. Вместо этого его советы действительно очень сильно помогли. И канал начал потихонечку восстанавливаться. Но, тем не менее, можно сказать, что октябрь был действительно тяжелый. Я еще пытался снимать другие игры. Это были такие игры, как Калига. Прикольная визуальная русская игра, которую я полностью прожжел. Она была короткая, но которую в очередной раз никто не смотрел. Вардроп, головоломка, которую давно ждал русификатор на нее, но так и не прошел. Опять-таки, из-за малого отклика своей аудитории. И злополучный Эликс. С этой игрой у меня много чего связано, потому что я очень любил Готику 3. И написал пираньям, ну, разработчикам Готики и Эликса, просто практически без надежды, что дайте, пожалуйста, ключик. Я там такой-то ютубер. И, на мое удивление, мне дали ключ. Но игра абсолютно не зашла. Я снял около 13-14 серий по Эликсу, которые, можно сказать, не набирали ничего. Для 100-тысячного канала по 200-300 просмотров это стыд. В отличие, конечно же, от Дон Старва. Ну и закончился у нас октябрь пару стримами таких игр, как Южный Парк, Солд Парк, да, Фрики Эвесом, русская игрушка от русских разработчиков, соответственно, по типу Айзека Рогалик. Также у нас был ТФС Машей, стримили как-то. Эликс стримил. Денжерс, Денженс 3 и Слаймов мы немножко стримили. То есть игр в октябре было достаточно много, но, соответственно, в очередной раз ничто так не набирало, как Дон Старв. Ну, а Дон Старв набирал, немножко сказать, даже в октябре оправданно, потому что вышла бетка Кузни. Ивент Кузня был хороший, сочный и, я бы сказал, даже самый лучший ивент, который когда-либо выпускали Клеевцы. Действительно, очень качественный. И бетка продлилась достаточно долго, не помню, в течение нескольких недель вроде бы, а потом ее официально ввели около месяца она еще была. В ноябре, наверное, уже последний раз я попробовал что-то другое снимать на канале. Это была карточная игрушка Hand of Fate, причем вторая часть. Первую я полностью проходил на канале. Не сказать, что много набирало, но Hand of Fate второй набрал дико мало. Меня это совсем огорчило, и практически с тех пор я для себя решил, что больше именно снимать в виде летсплеев другие игры пока что, по крайней мере, не буду. Потому что, ну а смысл тратить на них время, если вы все равно не смотрите ничего, кроме Дон Старва. Если и будут другие игры, то, скорее всего, в виде стримов. Ну и как следствие, с ноября я сильно подсел на Дон Старв и начал просто-напросто снимать по нему большое количество видеороликов. И не только стримы, кстати, были различные, с дрожжевцами, с подписчиками, и не только. Ну и последний месяц года, декабрь, конечно же, закончился у нас так же самое Дон Старвом. Но в этом месяце были впервые введены на моем канале PvP игры. PvP-арена. Не знаю, идея сама по себе пришла, когда я в один из дней увидел прикольную модификацию, как PvP-дерн. И я подумал, а почему бы нет? Это оно. Делай. Потому что, если просто PvP включить в мире, люди будут бить друг друга до выхода на арену. А еще я стал, можно сказать, официальным стримером голодных игр, которые идут уже в течение двух лет. Если кому интересно, посмотрите последний стрим голодных игр. Там, на самом деле, очень весело. Хоть год был очень тяжелый, реально, для канала он был очень тяжелый, для меня лично, как человека, год был местами даже приятный. И не могу сказать, что год действительно был ужасен или так далее. Что-то приходит, что-то уходит, год что-то забирает, а что-то дарит. Надеюсь, что в следующем году у канала, и, соответственно, у нас всех, будет только все налаживаться и расти вперед. Расти вперед? Расти вперед. Да, обычно растут вверх. Желаю вам в этом последнем дне, до 2017 года, последний раз нахмурить свои брови и больше никогда не злиться ни на кого и не обижаться. И пусть 2018 год начнется у вас с улыбки и будет продолжаться так весь год. С наступающим всех Новым Годом, счастья, здоровья. Пусть все будет хорошо. Пусть все будет хорошо. Пусть все будет хорошо.